Ну что, друзья, снова здравствуйте. Снова мы в том же составе на всю ночь, ребят, на всю ночь, всю ночь до утра. Мы будем смотреть американскую доту. У нас продолжение серии... Сейчас, у меня что-то волосы в рот лезут, секунду, буквально. Все, вроде, вроде решила проблему. Все, вылезли все волосы изо рта. Вот, у нас здесь продолжают играть крэйзи против зумеров, четырех зумеров, и, видимо, одного бумера, уж черт знает, как они там решили. Но, тем не менее, первая карточка у нас была достаточно интересной, и самое главное показательное, что в целом эти две команды, они друг другу, ну, плюс-минус равны. То есть здесь в целом, я думаю, может быть и 2-0, и 1-1 с одинаковой вероятностью. Конечно, по драфтам там, возможно, что-то получится углядеть, но вот, как вы видели в прошлой карте, чтобы там не происходило с драфтами, все равно все закончится тем, что победит тот, кто не будет ошибаться. Тут, в принципе, всегда одна ошибка — это ошибся. Такова дота, и, к сожалению, ее законы жестокие. Жестокие законы жестокой доты и жестокий снайпер на первой же стадии драфтов, ребят. Все для вас. Кстати, это тоже может оказаться снайпер-четверка, тоже такая довольно китайская мета. Ну, то есть китайцы я впервые видела, чтобы это драфтили, и потом в других регионах, по-моему, тоже периодически бывало. И здесь в прошлый раз, когда я смотрела, по-моему, тоже снайпер-четверочка был. Но парень жесткий на четверке, если что, там, если вдруг какие-то хейтеры есть, которые никогда не видели, я вас уверяю, снайпер — это очень хорошая четверка. Очень много он импакта может внести со шапнели. Под легионку здесь можно даже вот успеть ассинейт, закастовать очень хороший нюк. Как правило, первым артефактом собирается именно аганим, который добавляет к твоему нюкующий эстан. Что делает снайпер вот просто муа, с хорошим таким парнем. Вот, ну и ясное дело, он там может не подпустить противника ХГ в какой-то момент. Троллина залетает. Довольно рано, кстати. Сейчас бы разора, наверное, какого-нибудь попробовать взять. Хороший разор, хороший разор. Контрит тролля. И выкачивает из него дэмэдж весь, пока он ультует и пока он ничего не может сделать для того, чтобы разорвать статик линк. И поэтому все может свестись к тому, что он просто будет гладить себя топорами, надеясь на то, что выскочит какая-нибудь молния, кобыль или еще что-то в этом роде. Будет ли так здесь? Ну, увидим. Вот, пока у нас ШД залетает от зумеров. Еще разочек, видимо, опять для Оушена. И Хаски опять Вичдол, который взял. Ну и Урсевич, наверное, для Системи Боя. Ну, есть, конечно, там опции его на тройку поставить, но это будет жадновато. Хотя у Крэзи тоже пик сейчас не самый такой нежадный. И снайпер хочет предметы. Ой, четверка, что ли? А куда снайпер тогда? Только не говорите мне, что это снайпер-кор, который взяли так рано. Ласт пик в любом случае за Крэзи, поэтому, я думаю, неясность будет до последнего оставаться. Тут Энигму можно по-разному проставлять. Это может оказаться, там, допустим, Легионка Мид. Это может оказаться Энигма Мид. То есть тут очень такие вещи могут быть безумные. Команды Крэзи. Воссозданная. It's a disaster. Так, Бэтрайдер. Хорош с тем, что имеет контроль через БКБ, но, как правило, Легионку берут после Бэтрайдера, потому что лосо снимается пресс-за атакам. Вот сейчас интересно то, что он это решил сделать. Ну, конечно, здесь Бэтрайдер может и саму Легионку пытаться ловить, но не всегда до этого дается. Ну, то есть вот так вот, если закрыть Легионку ладошкой, то можно сказать... Так, секундочку. Извините, пожалуйста, я не успела заменить микрофон. У нас тут Бэтрайдер, который может дорваться до снайпера, вытащить его и убить его первым. И это при условии, если снайпер Корр, может очень хорошо работать. Но, но, Легионка Бэтрайдер, Легионка Бэтрайдер, будьте знакомы, ноль шансов настакать стики на опалу, на кого нужно, ноль шансов за лосо на верочку зацепить, если вдруг только не найдут какую-то соло цель. И то там где-нибудь в кустах, далеке, может спрятаться эта Легионка, которая все это дело сделает. Ну, то есть, не знаю, на мой взгляд, это риск. Не одобрею, не одобрею. Крэйзи еще на закрывашку могут взять какого-нибудь пятерку Абадона, и тогда Бэтрайдер вообще жизни дадут. Ну, конечно, это было бы слишком сильно. Впрочем, потом Бэтрайдер играть нельзя, надо с Урсой еще что-то делать. Ну, Урса Энигмы может здесь закрываться. То есть, здесь с Блэкхоллом не пошутит Урсевич. Сбивать Блэкхолл тут тоже не сказать, что много есть с чем. Ну, то есть, да, есть там Disruption от ШД, Каскевич Доктор. Это все спокойно контрится БКБ. Все, что не контрится здесь БКБ, единственное из того, что могут предложить зумеры, это Бэтрайдер с лосос, которым еще нужно с нужного угла подойти, чтобы зацепить, и чтобы рядом Легионки не было, опять же. То есть, возможно, здесь именно из-за этого Бэтрайдер вообще появился. То есть, из-за Энигмы. Но это требует множества тонкостей. То есть, по-хорошему, нужен такой Кор, который может издалека сбить Энигмы Блэкхолл. И БКБ, да, всегда будет проблемой, конечно, с занозой в причинном месте. Но там, условно говоря, Манки Кинг Мидер, он может хотя бы палкой до него достать. Вот, в этом плюс есть некоторый. Энигма, Энигма, что ж ты такой здесь жесткий? Куда же тебя возьмут? Ну, знаете, у меня почему-то подозрение есть в сон для Кизу. Не знаю почему, хотя Кизу на Легионке катает и на Энигме. Я его там с очень давних времен помню. По-моему, первый раз, первая команда, которая меня с ним вспоминается, это... Нет, не буду говорить, боюсь ошибиться, так что не буду. Что-то у меня секреты в голову приходят, хотя что-то вот я не помню, в какой конкретно год он там был. Вот, и что было до этого. Пангольер. Пангольер. Хорош тем, что дизармит тролля и Легионку. И снайпера, если это вдруг кор... Если вдруг забанили Мидера. То есть, получается, они рассчитывают то, что снайперы Энигмы два саппорта будут. Но в целом, чему нет. Но это очень жадно, конечно, снайперы Энигмы на саппортах. Энигма без шмоток здесь юзлес несколько может оказаться. Ну, увидим, как они здесь разберут. Мы, конечно, намудрили, что те, что другие. Сильно. Спасибо вам большое. Буду здорова, надеюсь. Эмбер Спирит. Нет, ребята, ковиды не чихают. Скажу больше, я тест давала на днях. Хотя я столько на бедро катаюсь, что рано или поздно настигнет меня. Это зараза. Холера. Ну, Ритсу берет тролля. Ну, это понятно. Это в целом читаемо. Брайл Эмбер Спирит. Тауи берет Легионку. То есть, сопротивляющая Легионка. И Монмидра. Да, то есть, Энигма тройка. Ну, в целом, плюс-минус здраво. При таких условиях Легионка может всегда ждать вас оба трайдера и снимать его. Просто берешь и снимаешь. Берешь и снимаешь. Ну, мне нравится. Это Легионка прям first pick. И все равно ее считают, что не закрыли так. Ну, хотя вот Пангольер, да, он там может в дуэль задизармить. Но если Легионка не кор, то какая, к черту, разница, что там с уроном получится. Ну, мне Грейзи здесь нравится. Нравится. Ну, жадно, правда, очень. Очень жадно. Но нравится. Зуммеры, конечно. Ну, не знаю. У них еще корпотенциал не такой сильный. То есть, Гунар плюс Урса — это не такой сильный лейд, как Эмбер Тролль и там Энигма, и Мхо. И тут разве что, если прям линии выиграть салат, тогда все получится. Но проблемы некоторые никуда не денутся. Снайпер со Шрапнелли также их будет надежно избивать. Легионка тоже будет чистить, хилить вот это все контроль через БКБ. То есть, проблемы все некоторые я наблюдаю в этом драфте. Снайпер четыре? Да, вот, кстати, я думаю, что пятерка скорее. Ну, милишные легионки на линии нечего делать. Хотя я так думаю, что Ауи здесь с Мунминдером могут спокойно там послабиться линиями. Это все, то есть, им не принципиально, кто из них четверка, пятерка, вот именно с точки зрения игроков. Но я думаю, что снайпер на пятерке несколько полезнее здесь будет. Ну, именно с точки зрения лейнинга, конечно. Как они там будут по ролям все вести, мне кажется, что они могут по-братски поделить сапорские обязанности, там в центре как-то по очереди покупать, пытаться вынести тот и другой предмет. Хотя, ну, учитывая то, что даже вот пятерка до одного предмета добирается, как правило, тысячу лет, здесь я не знаю, как пылесосить надо всю карту, чтобы всем всего хватило. И желательно побыстрее. Так, ну, Гунар у нас Миндовый Пангольер. Играют таким периодически, бывает. Ну, и сами Белхаски и Оушен на троих могут и Ферстблат сообразить. Хватит память, пожалуйста. Все, у вас дилей начались, слотик, господи. Так, Мунминдер. Пошли кассочки, Ауи отбегает. На всякий случай, но Мунминдеру уже настал конец. Да, тут уже дизрапшином позволили занять позицию. Ауи со своими стрелами здесь может разве что только морально помочь. И Гунары тоже как-то вот ластычку оставили. Но это случайно получилось, потому что как-то сами Белхаски и неудачное направление выбрал. И неважно в целом, кто из них Ферстблат получает. Да, на самом деле, даже Гунару несколько пополезнее. Он может фаст джавелина нафармить какой-то под рунку. Даже на четвертой минуте там что-то успеет сообразить. Хотя джавелина, я думаю, уже где-нибудь рунку под восьмой минутой будет. Такой план. Все равно там туда все надо пофармить. Какие тратные пики в обоих ходят. Вот я соглашусь, если честно. Мне что там, что там не очень нравится. Вот у Кризи слишком жадно. Но я не знаю, что будет делать бомж Легионка. Саппорт на этой карте. То есть, ну, у Легионки довольно много опций реализовываться. Как? Если она тройка, у нее прям масса. Она может быть танком. Она может быть бафером команды. То есть, собирать там кучу ауры. И ей самое главное хотя бы пожить в файте. Она может быть контролером. То есть, выдавать ульту. А там уже ее задача не выиграть эту дуэль, а продержать в ней противника как можно дольше. Потому что это один из сильных контролей, который пробивает иммунитет к магии. Или там демедж-дилером может стать, если дуэльки прям хорошо пошли. И стать вот таким кором, который за дуэльку выносит гарантированного персонажа. Потому что уже демеджи навалом. А что она сделает без шмоток, без левела и без демеджа с дуэлей? Уж не знаю. Так, Кизу. Тут его похоронят. Ну, трипла сильная, конечно, от зумеров. То есть, в любом случае, вот эти трое, учитывая их совместный контроль, будут убивать, я думаю, еще не первый раз кого-нибудь на этой линии. Так что надо как-то здесь либо тоже триплу подтягивать, либо уж отвлечься. Хотя, соло-бэтрайдер может и тролльвардору показать, кто главный на линии. Ей даже стики не помогут. А тут стики только от первого левела, только-только ползут, ползут, я так понимаю, к этому товарищу. Странно, что зная, что ты будешь стоять на линии против бэтрайдера, ты не покупаешь стики. Шанс, что он пошел бы на легкую, довольно мало. Хотя, возможно, здесь вот именно история о том, что они не знали, кто конкретно пойдет на корпозицию из них. Хотя, с точки зрения зумеров, это более читаемо, чем то, что вот Крэйзи здесь напридумывали. Гунара подбивают довольно серьезно. Брайл качается классически через флэмгвард и фисты. В целом, нет никаких причин отказываться от того же самого флэмгварда. Сбивать его тут флэмгальер не собьет. Поэтому фармить, дамажить это все делать можно. Тролль хорошо фармит на своей линии, смотрю. Крипчики добиваются. Да, ну самая большая противность, конечно же, от стики напалм это то, что тернрейд очень сильно... Ой. Интересно, кстати, вот он решил, видимо, боясь нападения Манкис Форевера, нажать телепорт, но подошла легионка, но вот отменил. Но неужели там колы от легионки где-нибудь на подходе не было, что она идет, чувак там, типа не тратить голду. ТП-шки-то не дешевые. У нас такая штучка, 90 рублей от тебя. Не хухры-мухры. На 90 рублей много чего можно сделать. Маршрутки практически два раза покататься в Москве. Так, ну что, снайпер начинает отгонять от линии самибоя хаски на всякий случай. Умирать перестали, это плюс. Энигмы не фармит, это минус. Что-то четыре крипа, это, конечно, не вдохновляет. Но у Энигмы всегда будет возможность в лес пойти зарыться. То есть там съесть Энигмы на линии пойти в лесу, побить крипов. Тем более розочку вкачал, так что крипов будут быстро умирать. И до лончиков надо стакать как-то пытаться. Ну и взял себе две масочки на мана Реген, потому что с маной действительно поначалу Энигмы проблемы. Слишком, может, дорого стоят Эдалоны относительно общего монопола. Дважды кастанулы, мана уже нет. Поэтому Реген нужен. Может, Соларинг в дальнейшем, конечно, будет. Может, нет, узнаем. Может, просто вот Некрачей, опять же, довольно популярно сейчас стало собирать. Некрачей первого уровня и не апать их чисто, чтобы быстрее фармить. А Манкис Форевер сейчас будет наслаждаться всеми отводами со своим фэрфлайем. Спасибо, чувак, что отвел. Я рад, говорит он. И тролль пока там просто свои отводы фармит. У него все норм. Оушен. Ох, там Эмбер спи... Как? Соло. Все, понял. Видимо, Свэшбакл нажал куда-то по тавер и пожадничал там что-то. Немного Эмбер или отойти не успел, или там отхватил замедление. В общем, были какие-то моменты. Да, не прощает, не прощает. Хорошего соло-фрага для мидера это полезно. Манкис Форевер пытается ввести отсюда крипов. С легионкой вместе на линии и троллем он немного побаивается стоять. Ну, хотя, на самом деле, на мой взгляд, страх не такой уж и несущий почву под собой. Потому что, в целом, там ничего страшнее, чем то, что тебя стаки напалма снимают. Стаки стики напалма. Или стаки липкого напалма, не знаю, как лучше сказать. Наверное, липкий напалм лучше. Вот, но, видимо, он хорошо фармит крипов. И вот тут уже пытается по этой тревушке и убивать. Но тоже ни дэмэджа, ни контроля, ничего тут нет, чтобы убивать. Так что, в целом, я хочу сказать, что у Зумерфли нехорошо стартанули. Если бы имбирь не умирал в центре, можно было бы сказать, что этот центр плюс-минус равен. А так получил Гунар преимущество. У него и так первая кровь была, так он теперь еще и фраг сделал. Так, здесь что-то хотят. Здесь мунминдера хотят подцепить. Но не получается это сделать. Контроля действительно маловато. Да и там даже крипов рядом не было, чтобы каски попытаться закинуть. Так что это было бы просто спелл в молоко и мана в молоком. Нету надежных контролей у Крэйзи. В смысле нет надежных контролей? У них как минимум ульта о легионке, это уже ого-го какой контроль. У них Блэкхол уже ого-го какой контроль. Ну, конечно, это большой кулдаун, но с легионкой можно прям по кулдауну очень хорошо даже драться. Там привязки, вот это вот все. Да, есть все, чем у Крэйзи контролить. Мне кажется, единственная проблема это то, что всем хотя бы по слоту нужно. И даже с аппортом. Это вот прямо существенно. Так, тут настакали. Брайло объясняет, что эти стаки не для него здесь. Несмотря на то, что они на его стороне. И Роллин Тандер пошел. Раз прокатился, два прокатился, три прокатился. Еще четыре по Ауе. Ауе даже не успело нажать ничего. Но он мог только просто атак дать, но это тоже бы немного помогло. Но тем не менее, видим то, что отдали опять за ней. Своего мидера. Пошли каски, отскакивают в Ауе. Ауе немного плохо, и как бы он здесь не помер. Есть опять замедление по нему, дизарм, свэшбакл. Очень много урона получает, и придется здесь легионке отпиваться. Ну, хорошо, что фласка с собой есть, конечно. Но лучше бы он, наверное, умер. Вот денег бы сэкономил. Отдал бы не так много. Третий левел все-таки как-никак. Но саппорты были бы рады под фиду. Вообще радует то, что крейзи активные такие саппорты. То есть они перемещаются, тут что-то делают, движ наводят. Брайл, а, он без привязки, да. Хотел сказать, типа кинул фисты, не привязал, но он без привязки. Это просто нунчак, который у него в руках такой звук, как будто он привязку кидает. Так, ну и видим то, что Шиде забирает. Что-то он тут зря так нагло пошел. Ну и давайте, наверное, смотрим, что по общей ценности. Очень богатый гуннар, но это понятно. У него уже килинспри есть. А пока фармящий урсы, понятное дело, что вырывается на передовую. Ну и несколько расстраивает, конечно же, вот этот вот товарищ. Но он с некрачами ускорится по фармам, очевидно. Он и так, в принципе, может быстро фармить, но с некрачами будет прям совсем вкусно. Но тут на него нападение. Малифайс разве что поможет его остановить. Но здесь ульта урсы есть. Мне кажется, он сразу нажмет. Да, нажимает и кидается на своего противника. И плевать он хотел на все эти малифайсы. Хаске очень больно. Хаске ничего уже не откинет, у него все в ХД. И сами бои здесь может сейчас очень несладко прийти, потому что он уже без ульты остался. Но хороший, хороший дезерапшен от Оушена, который спасает ситуацию. Но Брайл сюда подкатился еще. Ну, четыре человека стянули на линию. Что-то как-то здесь прям все толпами перемещаются, что crazy, что зумеры. Что прям делят постоянно каждый фраг на миллион человек. Тут игры по 50 плюс минут. Ой, да не всегда. В Америке, кстати, средняя катка длится меньше существенно, чем в любом другом регионе. Опять же, на основе тех 10 каток, которые я уже посмотрела за предыдущее время. Здесь даже, наверное, 30 минут средняя длительность. Если в других регионах 30 минут, это катка в одну калитку. Так она заканчивается. Это как бы плюс-минус самый средний результат с меньшей стороны. А вот по остальным регионам, мне кажется, что гораздо, гораздо дольше. Так, тут у нас Гунар уже и доминейтен стрик. Немного подукрал он фраг, но Ритсу здесь пришел пофармить. Не знаю, на самом деле, почему он оставил абсолютно свободную линию. Потому что здесь вот тут регионка фармит. Не, и, конечно, в радость получать экспу, там деньги вот это все. Но, кстати, у нее последний нетер с конца. Ну, это нормально для пятерки, просто как-то регионка без денег. Ну, еще посмотрим, что она сделает. Но у нее зато скоро шестой будет. Тут что-то огромная пачка крипов. Она все это дело пофармит. Ой, лопата. Так, ну, ребята, у нас, как вы помните, профессионал на кастере в игре Копатель онлайн. В дисциплине, точнее, Копатель онлайн. Поэтому я всегда слежу за тем, чтобы лопата была в кулдауне. А если она не в кулдауне, то я осуждаю эту команду. Так, там я слышу звуки лосо. Где лосо? А, понял. Лосо на месте. Чтобы уйти, просто нажал. Это печально. Кстати, он тут уже 25-й левел на Батрейдере взял. Это не кислый так. Это наиграл, парень наиграл. Сразу видно. Хаски с инвизом ходит, бродит, смотрит, что тут да как. Рис вернулся на безопасную половину карты фармить. У него будет БФ. Да, надо будет как-то урсу перефармливать. Но урсы тоже будет БФ. Так что они квиты. Ну, сейчас довольно редко тролль без БФ собирается, как тут. Немного ушла в небытие сборка через Мелуштром. Хотя раньше его тоже в качестве предмета на фарм уважали. Но здесь надо бы, надо бы серьезнее отнестись к вопросу. Из-за Энигмы проиграет. Да не, рано еще судить, рано. Ну, то есть некрачи, они реально очень хорошо бустят. Они позволяют, если они ранние, тут в целом тайминг будет неплохой. Они позволяют хорошо фраги делать, но и очень сильно бустят фарм. Правда, потом их не апают. Обычно это заканчивается Изи Сатаном для какого-нибудь, не знаю, там, Бэтрайдера, кто подойдет их забрать. Или там даже для Хаски, который Хаски кинет. Брайлу не дают, не дают Аванпост забрать. Кажется, у нас тут минус экспа для Крейзи на 10-й. Вот это уже печально, кстати. Это прям реально печально. Так, Брайлу больно, а он сейчас погибнет. О, ну-ну-ну, тут Гунар, да. Ролин Тандер нажал. Что-то Брайл недалеко укатился. А ремнат на откуда-то у него нету больше. То есть он там, что кинул, то и вышло. И Ритцу можно забирать. Гунар, прыгай, прыгай, мой мальчик. Прыгай, мой сладкий. Да, вот тут есть ульта от тролля. И в четвером это вполне можно спокойно раскатить и затанковать. Да, ульта кончается. Бычок качается и упал. Все. Ну, Гунар сильно просил по ХП, конечно. Кизо, вот видите, я же говорила, я же говорила, он там прыговать будет. Но он вместе с Ау, Яо, еще и дэмиджи заработал. Слушай, вот это красиво, вот это они работают. Но вот 3000 преимущества за команды на таком тайминге, это, конечно, не радует. Ну и очень богатый пангольер, конечно. У него сейчас не просто дживелин, у него уже милстром есть. Но, видим, 5 фрагов, конечно, к ряду. Довольно ранние фраги по большинству были сделаны. И, соответственно, достаточно дешевые. И ХП мало дают. Но все равно. То есть он правило забирал оппонента своего, который там плюс-минус ХП хорошо получал. И тролль пока последняя надежда команды Крэйзи с точки зрения фарма. Потому что вот он тут должен будет на остатке спейса команды пытаться вывозить деньги. То есть тут уже Энигмен лучше как-то поаккуратнее пытаться сплитить, возможно, вместе там с Ау и в поддержке. Так, минус Эйдалон, минус Эйдалон, минус. Еще Эйдалон, кажется, да. Ой, а тут он пытается на самибоя напасть. Регионка так просто с дуэлей не подойдет. Да и под тавр лезть тоже. Это не самое лучшее, что можно придумать в такой ситуации. А вот ульту потратил, это на самом деле заявочка. А что он ульту потратил? Чего он испугался? Блэкхолл, что ли, испугался? Не, а блэкхолл-то не было. Блэкхолл, видимо, был вот как раз для дуэли-то и потрачен. Ау и Брайл. Сейчас будут пытаться его окружать. Самибои. Оушен под него сделал уже выход. Очищает Оушен от щитов всяких Брайла. И Брайлу просто нечем наносить дэмэдж. А что тут сюда без мана-то пришел, товарищ? Товарищ. Да, тут есть дуэлька. Оушен просто, чтобы не дать ему диздрабшину нажать. Но приходит Гунар. И проблемы решает. Минус 2 и минус 3 могло бы все формиться, если был бы кто-то еще. Но просто тут как-то слишком быстро стерли кизу. И я даже не почувствовала, где он тут был. Где-то здесь он помер. Так, ну что, надо Т1 вышки нести. Что-то тут они дерутся-дерутся. А Т1 стоят. Т1 стоящий равно спейс в лесу. А спейс в лесу равно фарм для жадной команды. А жадной команде нельзя фармить. Потому что что? Правильно, скупой платит дважды. Иногда даже каточкой. Ценой каточки. Ну, в целом, проиграть одну серию для Крейзи не страшно. Но они уже стартанули неудачно. Я напоминаю, что у них вот одна серия 2-0 победы, а другая 2-0 поражения. И надо же им где-то уже начать очки набирать. И противник далеко не самый сильный сейчас против них. Самибой уже ульту потратил. Это опять ошибка на самом деле. Ну, он, конечно, пытался уйти, подойти к своей команде поближе. Но, понятное дело, его стирает просто в клочья. И дальше у нас Брайл будет пытаться убивать еще и Хаски. Его продадут тоже. Ну, хорошо, сочненько получилось. Но, да, Хаски, конечно, не самый лучший фраг. Но вот Урсу здесь стоило забрать бы. И 600 золота они с этого получили. Энигма хорошо наварился. Что у тебя там в планах, Энигма? Энигмыч. Не рассказывает пока, что у него там в планах. Ну, и храни свои секреты. Каждый раз будет о лопате шутить? Да, да. Моя любимая лопата. С моими любимыми шутками. Кстати, лопата куда-то делась. А, вот она, пангарьера. Решился от НХП себе прибрать. Ну, и обещал следить за таймингами. Лопата в КД. Я рада. Так, Ауя здесь что-то у нас рассматривает Оушена. Неужто дуэльку хочешь? Ну, это опасно, конечно, здесь так пытаться что-то делать. Очевидно, опасно. Так, а здесь Манкис Форевер забирает Таванпост обратно. Ну, а я так что-то, кстати, пропустил этот момент. Но я так думаю, что там не получил никто никакой экспримент. Миндер выкопал фласочку. Рад безумно, конечно, этой фласке, я так думаю. А пангарьер что? А пангарьер, судя по всему, тут ТП-шек накопал. Судя по тому, что у него здесь лежит. Ну, и он будет делать уже ауру на команды. Владмирс. Или, как говорят, Владимир. Хотя это неграмотно, к сожалению. Но было бы круто иметь ауру под названием Владимир. Так, а что там вот этот делает? Он почти с блинком. Урса будет БФ так и делать. Никуда не торопится парень. Кизу, блинк, блинк. Ну и смог теперь от зумеров. Будут сейчас пытаться что-то навязать. Погуляли, посмотрели. Снайпер, на самом деле, немного спалился с шапнелью. Мне кажется, его сейчас будут искать. Ну, конечно, такой смог мутить ради одного снайпера. Это такое. А, еще и курьер лиц. Ну, тогда понятно. Взбивай! Беги! Вот. Вот же локерок. А, локерок на снайпере. Но сделал ТП. Отсюда подальше. 15-ая минута. Вон точки пошли. Силы, свет. Кажется, здесь две законтролят. Хотя, что-то тут, да. Что-то у нас баг отображения. Все забрали. Нормально. Подвес каждой стороны. Но преимущество за зумерами не растет. А это значит, что они перестали давить. Если они перестали давить, то сейчас могут пофармить и их задавить. Так что нужно быть аккуратнее. У тролля уже есть БФ. Урсы уже есть БФ. Ну и дальше... А, монта. Даже. Господь смогущий. От чего конкретно интересно решил монту собирать? Я так думаю, что от вот этих вот всех противностей, типа привязок Эмберспирита и Моллифайса Энигмы. Но на самом деле щедро. Мне кажется, даже статус резист нас может больше помог бы. И Кизу вытащили, забрали. Кизу фиданул. Ну и все, вышечка изичайшая. Кстати, первая вышка Т1 снесенная. Команда из умеров. Тролль делает тэпа вот куда подальше. Пока его тут не начали искать. Хотя у него тут, кстати, еще и талон. Так что, если он его нажимать-то будет, то он будет еще и быстро фармить с помощью талона. Да, нажимает нормально. Парсионалы, они всегда жмут кнопки. Надеюсь. А тут Изи Рошан направляется. Ну да, конечно, грех не забывать Рошан на Сурси Пике на ранних таймингах. Но тут Брайл начинает машнить что-то. Но все равно при этом видим то, что силы мы забрали Рошан и Аегис. И на праздник жизни Брайл, мягко говоря, опоздал. И поэтому он умрет. Да, опаздывать это грешно. Поэтому Ауи пытается уйти, но у него уже нету просто за атака. Поэтому он умирает. Ну что ж, плюс Рошан, минус 2 оформленный. Но вот это надо донести, конечно. Это не дело то, что тут осталось буквально. Там, сатан хп. И башня внизу тоже, мне кажется, уже каши просит. Так, что будет тролль делать? А вот он будет с Ашу Яшу делать. Вот он. Так, там гальер. Боунтос, хорошо, джекпот. Опять эти заказы пошли. Да что ж вы... Когда же вы выполните все эти заказы-то? Когда они у вас кончатся? Что дает Аванпост? Он дает экспириенс раз в 10 минут. 10, 20, 30, там, соответственно, минуты. Чем дальше, тем больше экспы. Ну и на всю команду экспа, соответственно. Как правило, не отданный Аванпост противнику лишает саппортов этой команды возможности получить левел не 10, допустим. Ну, то есть, вот, когда дело касается Аванпоста 10 минуты, то, в первую очередь, нужно печься о мидерах и саппортах, которые недополучат этот баф. Вот. Если у тебя два Аванпоста, ты в два раза больше экспы не получаешь, ты остаешься при тех же значениях, но, тем не менее, лишаешь суммарно большого количества экспы противника. Я что-то не помню точную цифру, сколько там на первом Аванпосте дают. По-моему, 750 на команду получается. Ну, равное для всех количество. У меня как-то вылетело с головы цифры, но, к сожалению, гуманитарий, ну или к счастью, поэтому у меня цифры редко удерживаются в голове. И только если это не ценник за лвла, который нужно купить, чтобы у тебя были все гарантированные арканы и персона. Эта цифра, к сожалению, у меня в памяти надолго останется. Так, ну и яблочко школьника у нас падает для команды сил. И кто это яблочко возьмет? На самом деле, я думаю, Урсу не против. Ну, там, конечно, я думаю... А, вот, у нас ШД сам пока что держит. Там еще и получше. Это два артефакта выпадут для него, я думаю. Урсу был бы не против каких-нибудь клыков или импклоу. Было бы для него круто. Да, даже Аквилан, на самом деле, хорошо зайдет. Вот, а у тролля уже клычки-то есть. Боже, что мой, я опять забыла поставить хут. Извините, ребят, секундочку. Все. Так, все, в следующий раз я налеплю на лоб стикер, чтобы не забыть его поставить. Найдут, не найдут? Нашли. Что-то даже быстро нашли как-то. Езо. А, причем, стоял-то понедел, он надеялся, что все уйдут, а он по-тихому еще и долонов пустит. Но не дали ему это сделать. В итоге еще плюс фит от него. Так, ну, некрономикон есть, блинг есть, блокколов пока нет. Один только вот был, чтобы дуэльку выиграть. И, кстати, это была единственная дуэлька. Еще игры будут? Да, у нас сегодня 4 best of 2 серии. Пока не буду рассказывать, в целом, какие. Можно посмотреть на инкопедии, но ближе к делу. Сейчас не буду на это отвлекаться, конечно, смотреть. Ауи. И что ты сделаешь? И где же твой пресс за атак? И как снимать? Да. Легионка тоже, на самом деле, пока что-то не стонгс. То, что ее взяли на саппорт позицию, вообще не вижу никакого импакта. Но, мне кажется, ее не планировали на саппорт позицию сажать. Видимо, возможно, потом, в силу других причин, передумали. Хотя, МХО на тройке бы она здесь все равно больше бы показала. Баунти с лопатой. Да, это дефолтная баунти. Действует по тем же самым правилам, что и все другие баунти. Просто выкопать ее шанс чуть-чуть пониже, чем вот это вот тпшки, фласки, вот это вот все. Кобальда еще вот можно выкопать. Ну, и... Хотя все равно это такой псевдорандом. И, ну, у меня лично бывали игры, когда я через раз баунтусов выкопывала, например, и так далее. Ну, то есть в любом случае всегда это копать имеет смысл, потому что баунти — это, ясное дело, золото на всю команду. Это как курьера убить. То есть мелочь, а приятно. Ну, конечно, там подлейт уже и не мелочь, когда дело касается и курьеров, и этих баунтусов. Но что прям кто-то копал минут 40, я этого не наблюдаю. Но вообще раньше вот тпшки были дешевле, когда лопата появилась, и копали чаще. А сейчас вот наоборот тенденция, то что тпшки-то подорожали, а копать их никто не торопится. Хотя вот и фласки дорогие, и тпшки дорогие. То есть в любом случае экономика бустится командой, чтобы ты там не выкопал. Все полезно выкопать. Ну, разве что кобальд, конечно, он там довольно дешевый. Но у него тоже есть некоторые плюсы. Например, на него тавр не агрится, а фонтан агрится, к сожалению. Вот, и то есть его можно гарантированно забрать. Так, ну, она забирает опять Энигму. Энигма заливает, конечно, команду сейчас. Ну, не только Энигма, тут все заливают плюс-минус. Один там тролль старается потеет, остальные спейсят слишком, отдавая много денег. Ну, камон, 14 тысяч преимущество на 21-е. Но здесь я не знаю, что должно там мешок денег свалиться на команду Крези, чтобы они прям резко перевернули. Потому что тролль, очевидно, не готов драться, даже когда у него будет Саша Яша. Ему нужно что-то большее. Нужно там, я не знаю, как минимум БКБ, потому что здесь много всяких противностей. Нужно башер купить. Вот тогда он будет готов драться. Ну, даже хотя бы просто минимальный БКБ. Одной Саши Яша просто по дефолту мало. А пока он там это все дело фармит, то Урсу уже с мантой, с башером, вот, и уже будет там в наследство завещать своим внуком и думать о том, как они этим распредятся, пока они там только начинают зарабатывать первые деньги. Так, ну что, смок на смок у нас такое получается. Манки с форевер контору все спалил. Говорит, ребята, бегите сюда, тут мясо, свежее мясо. Да, и Мунминдер становится первой жертвой. Следующий станет Тауи, он никуда не денется. Остальные все успели разлететься. Ну, в целом, саппортов не так жалко, но жалко. Потому что что-то они уже ноль импакта дают. Ну, такой снайпер, конечно, от него импакта не будет. Он слишком уж много времени тратит на сборку Аганима. За 20 минут обычно его плюс-минус фармят. Но все равно, он хотя бы на каком-то там счету держится. А вот Легионка, не знаю, что она здесь будет делать. Что вообще в ее ситуации можно делать. Она еще и померла, и лопату в ПД оставила. Так, Кизу. Минус. Блэкхолл, конечно, получился. Лучший из лучших. Лучше такого блэкхолла, только пустые блэкхоллы. Ну, и в итоге сам умер, и брат своего подставил на корпозиции. 15 тысяч преимущества. Можно позабирать на два вышки, развернуться на Рошана, забрать Сраегис и вот-вот-вот сюда пойти. Мне кажется, перспективный план. Сразу после этого Крэйзи с Мидасом играет. Сейчас скажу. Нет, Квинс и Крэйз плюс Уан играют. С Мидас только сегодня в конце дня играет, и то против Бизнеса США. Вот на Бизнесов и хочу посмотреть. Я обожаю Энви в Америке. Лучшее, что случалось с Америкой. Так, что тут Брайл? Брайл юлочек делает. Ну, тоже, конечно, от него здесь урон еще долго ждать. Ну, по-хорошему, быстрому, острому он и сам все урон дает. Но здесь, видимо, то, что он кроме одной пачки фистов ничего-то и не выдаст. Даже ворваться с кучей реминантов, чтобы демошь нанести, это уже билет в один конец. Конгольер тоже Супер Башер делает. Но на самом деле так-то на команду будет контроля сверх много через БКБ. Тут и Лосу тебе, тут тебе и два Супер Башера. Рицу, Сашу, Яшу осилил. Это хорошо. Еще на водичке без хуб фулл хп в ловкость кочнулся выкопать Кобальда. Это какой-то Абус или что? Не, на самом деле, вот у меня лично, у меня лично, я не знаю, это суеверие, наверное, но у меня на водичке, по-моему, просто лучше копаются. Так, Брайл. Хаски. Хаски сейчас пострадает. Хаски продадут. Да, он не смог ничего сделать. Рицу нажимает ультимативно. Самибой это все дело впитывает. Монминдер успел там ультануть где-то, но Рица сейчас помрет. Да, в мер. И Брайл будет... Ой, башку ловить, хорошо. Тут сейчас он ремнальц может подождать. Самибой пытался через текстуру прыгнуть, ничем не дали сделать. Но Монминдер здесь похоронен. Ну и Ау, я думаю, вместе с ним. Ну, просто унижение сейчас какое-то происходит, на самом деле. Я просто БГГ нажимала на стране Крейзи. Потому что, ну, здесь я не вижу никаких аутов. У них уже ни спейса для фарма, ни самого фарма. Им даже вот играть от ХГ нечем, потому что вот кроме розочки, наверное, и шрапнели, здесь ничего толком-то и не отпушат. Ну, конечно, еще там легионка может, но здесь такая ситуация, что даже если все крипы помрут, за то время, пока включается бэкдор протекшн, можно снести сторону, успеть с тем дамажем, который есть у команды. Но тут бы Кираска, конечно, хорошо бы зашла. О, Шедетт богат, смотрите-ка. Супер Башер появился. Первый ИС. Пангалер, кстати, тоже на подходе уже. Они просто фарминг компенсируем и квесты выполняют. Ну, к сожалению, к сожалению, квесты не засчитываются в закрытых лобби, по информации самих игроков, так что здесь не пофармишь. Я тоже так иногда думала, но, к сожалению, или к счастью. Было бы все лень, наоборот, если бы они квесты выполняли. Знаете, там, типа, есть квесты на то, чтобы там какое-то определенное количество там станов, в замедлении вот это все выдать, и это может, там, потом к тому сводиться, что ты будешь затягивать игру и прочее. Но тут все еще в гильдиях разных, так что гильдийный квест это вообще крау. Так, ауи. Врыв. Смерть. Ну, на Рошан надо разворачиваться, конечно. Они очень мало пушат. Надо быстрее пушить в команде. Сил тьмы, то есть сейчас я думала, что к Рошану не успеют все эти два вышки снести, они даже вот не потрогали толку никакие, кроме медовой. Ребят, Лего была в ферст пик, ее ни против кого не брали вообще. Она просто была в ферст пик. Вот почему она была в ферст пик, это уже отдельный вопрос. Так, Арицу. 20-й левел возьмет. Он стаки февора, кстати, не стал брать. Интересное решение, хотя в ульте, возможно, он бы успел что-то там поддамажить. Оушен палит контору. Ну, сюда подтягивается еще плюс 1 в виде саппорта, и телепорты полетели. Амунминдера может и засолить Оушен сейчас. Да, он его сам убьет. Даже не стали на него отвлекаться. А остальные все успели разбежаться. Ау, я кто-то видел, видел, видел. Манки из Форевер бежит за ним хорошо и поджигает, поджигает, поджигает. Да я не знаю, зачем Супер Башер тратить? Он же 30 секунд в КТС. Неужели самому не жалко? У меня бы жаба задушила нажимать его так. Вдруг там за углом, за соседней веткой сидит Корр, а на него Супер Башера не хватит. Ах, ну ладно. В любом случае сыра Егис есть. Так, Гунар у нас с чем? С Сыром. Супер Башер повесил, катается раз, катается два, катается три. И пытается здесь время выиграть, пока еще кто-нибудь плюс подтянется. Есть Манки из Форевер. Может, конечно, Лассо нажать потом, как ульта окончится. Да, ульту успешно переживает. Да, и здесь уже и Лассо не понадобится. Да, и Брайл попытается улететь. А вот на него можно Лассо. Хорошо, хорошо. Менеджмент заклинаний. Ну, напишите уже, как я, ребят, не позорьтесь. Чье время тратить это свое, их. Гунар. Вон Миндер. Напали, Супер Башер. Гунар впитывает, впитывает. Ну, у него сыр, он рад впитывать. Сейчас бы, самое главное, за дуэль не умереть. Но не дали ничего сделать. Ауи получает еще и там молнии сверху с Баклой. Вынужден идти регениться. Ну, а за это время прожимается Глиф. Поздновато чуть Глиф надо было на три живой давать, чтобы супер много тычек было. Ну, и сейчас все равно Бакдор протекшен не включится, потому что здесь ранджевик. Один, клятый, остался. Нет, они решили отойти. Странно, кстати, все равно. При живом-то Аегисе что-то они их ждут. Что они ждут-то? Кто-то что-то дофармил? Да вроде ничего такого прям рядом нет. Гем хотят. Гем это хорошо. Так, ну, опять тут у нас минус. Ну, наконец-то начал кого-то убивать у нас тролль. Но, к сожалению, размены пошли тоже серьезные. Забрали опять Энигму. Но Энигма тут ничего никакого-то у меня не получается толком сделать. Но двоих в размены. Гунар один из них. Вот за Гунара много... О, опять аванпост, видимо, не достался у нас силам. Света не один. Но сколько получили за Гунара? А, всего 400. Что так мало? Он сейчас бы стрик ходил. Ну, видимо, да. Ну, или с маленьким стриком. Что там у него? Да. Стрик из трех убийств мало. Так, а почему товарищи с Аигисами-то не подтягиваются? Сыр тут был нажат, кстати. У него был сыр. И он его нажал. Вот, БКБшка у тролля потихонечку собирается. Копается Кобальт. И Оушен собирает себя Аганим. Ну, при чуду богатых, да. Есть такое. А ведь доктор решил вообще в Митерхаммер пойти. Не знаю, насколько это ему сейчас поможет. Но в целом это плюс помощи к вышкам. Вышки горят от Митерхаммера. А здесь можно выиграть только, если тут упадет по пять. Но только если сервер крашнется и придется переигрывать. Тогда да. Ну и то, мне кажется, там только если нечестно задрафтить как-то. Или еще что-то в этом роде. Так, минус Т2. Но на Т3 заходить, наверное, уже поздновато. Аегис сейчас кончится. Хотя, может, они верят в себя. В свое могущество. Я бы верила в себя, конечно, с 25 тысячами преимущества на такой минуте. Ну и давайте, наверное, посмотрим, что у нас по байбекам. К чему будут готовы сейчас Крэйзи. Сами бой. Очень-очень сильно байтят на себя. Но если Крэйзи записали тайминги, хорошо. Вытаскивают легионку, легионку душат. Все. Очищения больше не будет, как и контроль через БКБ. Вышка горит. Бьется. Монтой задолжил сами бой. Ассасинейт. И вот и закончился Аегис. И не дали порегениться. Вот же ж они, нехорошие люди. Но это еще одна Т3 сломанная. Мне кажется, можно остаться бараки поломать. Все равно они без легионки в меньшинстве. Но нет. Что-то они здесь боятся. МК. Макс Форевер, да, здесь получил и подстанцию гонимного ультимейта. Они потом еще и привязали. Поэтому задержался. Ну, не знаю, какой-то прям, ну, слишком они не по-мужски сейчас играют, на мой взгляд. Ну, 32 минуты, камон, такая игра длится. Вот я, к сожалению, графики не могу включить. У меня что-то долбанулось клавой, кнопки на F не работают, а перебендить все никак, руки не доходят к кнопку графиков. Но я думаю, что там вот такая картина какая-нибудь. Или вот такая. Я не знаю, как примерно графики коронавируса распространения в мире чем-то в этом роде. Ну что, на развороте? На вардах-то они видят, то есть, картину мира. Тролль нашли, тролль надо забирать. Да, Супербашер. А, что-то мне сверху показалось, что это тролль, но это Ауев всего лишь был. Ну ладно, Ауев. Он уже привык. Но у него в этот раз байбэк есть, так что еще неплохо будет. БКБ прожимает, разворачивается. Супунар у нас потихонечку текает с села. Ну и развел по итогу тролля на весь ультимейт и БКБ. Сейчас БКБ закончится, можно еще раз по нему прописать. Да. Ну и Супербашер, конечно, можно было повесить, чтобы остановить, но и без него даже обошлись. Супербашер урса есть, я думаю, можно врываться. Да, Супербашер врывается на Рицу. Рица дает миссы, прожимает ультимативную Сэмми, и с него уже дебафы слетают. И Брайл будет следующий, если умирать. Время жить, время умирать. Сенат тоже, наверное, Брайл здесь байбаксится, потому что, если они проиграют все это в мясо, то я думаю, что точно уже можно писать ГК. Так, Макс Форевер. Ну спасайте, спасайте рядового. Да, все нормально с ними поврывается, продаст его жизнь хотя бы не впустую, но Кизу ловит Баш, и что ж ты будешь сделать. Да, вот Свэшбакл это тоже момент такой тонкий. И по итогу ГГ все-таки пишется, и 35 минут практически понадобилось команде. Четыре зумера и кто-то один, чтобы закончить эту игру. Что ж, 2-0 за ними, легчайшие оказались по итогу. Не ощутили, считай. Ну и, ребята, не знаю, тут на самом деле, мне кажется, этот фирспик легионки в итоге стал фатальным для всего драфта команды Сил Света. Ну, они поставили ее, возможно, на фирспик хотели на тройку сделать, а в итоге вот надо было выкручиваться, что-то делать так, чтобы она в драфте не особо плохо себя чувствовала. Но, видимо, то, что практика показала, что, ну, слишком уж действительно жадно. То есть никто в итоге ничего не выформил, хотя всем нужен был фарм. И вот такая вот у нас история. Это 2-0. Ребят, следующая серия у нас будет на этом канале. Квинси Крю против Плюс Ван. Плюс Ван тоже какие-то вообще никакие, судя по тому, что я видела, то есть они прям вообще никакие. Не то, что вот даже вот на этой карте было, а вот прям совсем никакие, поверьте мне. Вот, но может и от них чудеса чудес появятся. Но пока это просто какой-то стак непонятно чего, непонятно как. Ну, то есть, да, там вот катают у нас ребята, которые раньше были в составе, ну, вот, Demon Slayers. Demon Slayers там и на ланчиках бывало подтаскивали, у них там был удачный опыт на дремлиге в начале сезона. Но это все было давно и неправда. А сейчас вот надо как-то выкручиваться уже на этой лиге, куда их пригласили. Ну, раз уж пригласили, то надо покатать. Действительно так. Ну, а мы, ребята, сейчас будем потихонечку уходить на рекламную музыкальную паузу, ждать следующей катки. Она должна была начаться 20 минут назад по расписанию, поэтому я думаю, что долго старта здесь не будет происходить, если только опять координатор не заболел. Но молимся на него. Лично я свечку за него поставлю, чтобы он жил всю ночь нормально и дал мне вовремя пойти спать хотя бы в 7 утра. Ну, а мы с вами уходим на паузу. Спасибо всем. Далеко не уходите.